Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В 2025 году создание объектов позволит приблизить регион к стопроцентной сортировке ТКО и снижению их захоронения в два раза. Общественную организацию «Форд Юст», которую возглавляет советник главы Башкортостана Валерий Самохин, обвинили в потребительском экстремизме. Претензии в его адрес озвучили руководители стройкомпаний на ассоциации застройщиков региона. По их словам, Самохин инициирует большое число необоснованных исков с требованием уплаты крупных сумм за устранение несущественных дефектов в квартирах. Директор по развитию группы компаний «Третий Трест» Вячеслав Якин сообщил, что юристы «Форд Юст» на сегодняшний день предъявили сотни исков застройщикам республики на 3 миллиарда рублей. При этом сумма компенсации возрастает в разы, так как за день просрочки по ее выплате начисляют пене 1% в день, плюс штраф в размере половины от суммы в иске. По словам Якина, эта же группа юристов в свое время массово взыскивала средства с автостраховщиков и тем самым практически полностью обрушила этот рынок. Занести пару показательных уголовных дел, мы знаем, что в других регионах есть стрельта, майки у нас есть момент, когда уголовные дела на них завели. Но просто они от безнаказанности за последние три года везут себя не просто по-хамски, а вообще-то вот я не знаю, как с ними разговаривать. Всегда когда проблема между физическим и юридическим лицом, это мы внутри проблема, мы понимаем, о чем речь. А для людей с другими, они говорят, это юридические лица, он это судится с физиками. И всегда в таких случаях при всех прочих равных условиях все-таки на сторону физиков всех ставят. Застройщики заявляют, что Форт Юст нанимает низкоквалифицированных экспертов, которые находят максимальное число мнимых недостатков и запрашивают максимальную сумму требований. В среднем по стране в суд обращается каждый третий дольщик, в то время как в Башкортостане доля таких случаев составляет 95%. В Министерстве строительства отметили, что компания пытается давить на Республиканский фонд развития жилищного строительства, инициировав банкротство. Компания Форт Юст, его юристы в пятницу подали на банкротство ФРЖС. За долгие, за миллионы рублей подали на банкротство Республиканского фонда. У нас сейчас остановятся все стройки Республиканского фонда. Форт Юст, выписка, все документы есть. Он вчера про разговоры с министром строительства подтвердил. А что, говорит, все можно, нельзя, что ли? Сейчас к проблеме подключились члены правительства. По словам премьер-министра Андрея Назарова, необходимо как можно скорее внести изменения в законодательство, чтобы не допускать потребительского экстремизма. Проблемы известны, мы с вами обсуждали. Поэтому давайте так, проверим по конкретной фамилии, кто это, что, почему. Ну а в целом, понятно, что федеральное законодательство надо бы поправить, о чем Стасишин и обещал. Но пока вот, ну тоже там понятно, что не от него все зависит. Поэтому пока давайте локальными действиями будем решать эту проблему. В свою очередь, Валерий Самохин сообщил РБК УФА, что массовые иски к застройщикам говорят о плачевной ситуации в строительном сегменте. А жалобы девелоперов связаны с большим количеством проигранных ими дел. Число молодых сотрудников в Башкортостане за год сократилось на 12,5 тысяч. В компаниях республики в прошлом году работали порядка 330 тысяч граждан до 30 лет. Следует из данных Росстата. Это пятый показатель в стране. Самое большое количество специалистов до 30 лет работают на предприятиях Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Лидером по этому показателю в Приворском федеральном округе является Татарстан. На втором месте в ПФО Башкортостан. Можно выделить три ключевых фактора. Демографический – число, рожденных в период с 1993 по 2003 год, меньше, чем в другие периоды. Миграционный – характеризующийся оттоком людей из небольших городов в столице, а также усилившимся оттоком специалистов за рубеж. И, кроме того, фактор гибких форм занятости. Когда у молодых специалистов нет фокуса на классическую карьеру, а трудоустройство идет через оформление ИП или самозанятости. Отмечу, что доля и количество молодых сотрудников за год сократилось в большинстве регионов, а в целом по стране до 11 миллионов человек. Особенно сильно это заметно в категории от 25 до 29 лет. В Сибае откроется филиал Федерального фонда поддержки участников спецоперации и семей погибших военных. Там будут работать социальные координаторы. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки делегации правительства. Фонд развернут на базе регионального центра поддержки участников СВО, который начал работать 13 марта. Здесь ведут прием специалисты в формате единого окна, а также принимают гуманитарную помощь. Для ее хранения оборудовали отдельное помещение. Это предприниматели носят все эти. Кто-то вот дома ребятам туда простые седушки делают. Да, да, да. Вот музей у нас организовывает вот эти сетки. Мы уже сколько увезли туда. Сами делают, да, здесь сами делают. В центре также оборудовали стенды с актуальной информацией по предоставлению льгот. Здесь же можно найти данные предпринимателей и организаций, готовых оказывать различные услуги семьям участников СВО, в том числе безвозмездно. Аналогичные региональные центры уже работают в Уфестер, Литомаке, Нефтекамске. Вскоре появятся и в других крупных городах. В селе Старый Сибай завершили строительство новой школы. Более 400 учеников сели за парты с начала четвертой четверти. Занятия ведут 39 учителей. Трехэтажное здание возвели на месте старого корпуса, который признали аварийным в 2019 году. Строительство затянулось. Завершить его удалось только после смены нескольких подрядчиков. В школе оборудовали учебные кабинеты, спортзал, столовый, актовый зал. Есть своя котельная. В будущем на территории появятся площадки для игр и отдыха, спортивные зоны, в том числе футбольное поле. Обновленная школа необходима селу, которая в последние годы активно растет, отметили педагоги. Молодые никуда не уезжают, остаются здесь. В основном работают в Сибае, потом вахтовым методом тоже работают, но и в бюджетной сфере тоже очень много людей. Например, по нашему коллективу, если взять, то половина коллектива – это наша рука. Правительственная делегация также посетила Зауральский агропромышленный колледж. В прошлом году там провели капитальный ремонт учебного корпуса и мастерских. На эти цели из бюджета региона направили 56,5 миллионов рублей. После осмотра глава региона поручила до начала следующего учебного года отремонтировать еще и общежитие Баймакского СУЗа. На ремонт двух участков проспекта Октября в Уфе выделили 120 миллионов рублей. Сейчас ведется поиск подрядчика. По данным РБК Уфа, ему предстоит отремонтировать 2 километра асфальтового покрытия. Первый участок от улицы Шофиева до Южного проезда составляет чуть больше 1 километра. Второй участок длиной 700 метров от улицы Чудинова до 1629 километра. В техзадании указано, подрядной организации необходимо будет снять фрезой старый асфальт, демонтировать старые чугунные люки, нарастить горловины колодцев, уложить выравнивающий слой асфальта и нанести дорожную разметку. Все работы должны быть завершены до октября. Ремонт будет оплачиваться из регионального и городского бюджетов. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.